Андрюха, знаешь, брать его суету? Ты чего меня обнимаешь? Были разборки, которые переходили с форума в реальную жизнь. Познакомился с Володей Турчинским, познакомился со всеми ребятами там. Хилл-хит, например. Хилл-хит неприятный человек. Почему? Можно улыбаться, симпатичный выход. Да, он такой позитивный, кажется. Я, главное, в судейском пиджаке. Это в фойе, все это видят. Подходит, бьет мне в лицо, получает в ответ, падает. Алло, Нелька, привет. Привет, дорогая, как ты? Да, привет. Вообще, когда он появился, честно говоря, это тайна такая, знаешь. Мальчик появился из ниоткуда, блядь. Я стал таким этим уже крутым судьей. В Ламборгини тебе принесли. Правильно, в Ламборгини. В Ламборгини, правильно? В Ферруче он бы на тебя обиделся. В Ферруче Ламборгини. Если бы была возможность изменить эту ситуацию, вот у меня, я бы, лучше бы стал ниже, чем выше. Вот я тебе клянусь. Ну, я изначально... Фармак проторговываешь. Исключительными товарами для спорта, начиная от тренажеров. Вообще, все, что касается слова «спорт» будет на нашем маркетплейсе. Милости просим, приходите, регистрируйтесь, продавайте, зарабатывайте, становитесь миллионерами, как мы. Друзья, вас приветствует «Железный мир» снова, снова и снова. Надеюсь, вы подписаны на наш канал давно и будете наслаждаться новым интервью. А у нас сегодня в гостях олдскульный герой, известнейший атлет Андрей Попов. Па-па-па-па-па-па. Как-то ты весело меня представляешь. Друг, у тебя все время, по поводу харизмы, такие интересные, эпатажные, веселые и угарные произволочки на сцене. В них, мне кажется, как бы живет душа, и ты весь в них. Как приходит мысль в голову, сделать ту или иную произволку? Как это все происходит в процессе? Дело в том, что в последнее время немножко энтузиазм у меня поугас. Связано это со многими причинами. Во-первых, с хейтом. Во-вторых, произволкой. Тебя хейтят, имеешь в виду? Да, произволки мои. Вот видишь, тебе нравится, многим нравится, а многим так же категорически не нравится. Вот сейчас я ехал сюда и читаю в инстаграм комментарии Димы Габулубичкина. Произволку надо менять, Андрей. Он говорит тебе? Да, да, в комментариях. Я выложил фотку сегодня. Многим не нравится сейчас в тренде произволки вот эти вот подмедленную музыку, вот эти классические позы, вот эти ветки деревьев. Ну, по мне так скукота. Ты что скажешь? Я согласен. Ну, это вот они одинаковые. Все одни и те же реалии. Я всегда к произволке подходил следующим образом. Произволка для меня в первую очередь это какая-то мысль. Это образ. Если ты помнишь еще со времен фитнеса, когда я выступал в ОФФ, вот этот образ индейца, меня так себя и называли лет, блядь, 15. Индейец. На форуме, по поводу, у тебя так и была иконочка. Да, да, да. Так это везде было. Это был логотип фитмага, это был логотип, ну, блин, всего. Поэтому всегда именно был образ, всегда что-то хотелось сказать. Раньше мне Дима Ишанкин помогал, за что огромное ему спасибо. Знаешь, кстати, как с индейцем было? Ну-ка, скажи. Я к нему пришел с идеей. Это, во-первых, был не индейец, а дикарь. К Димке? Да, К Ишанкин. Это был дикарь изначально. Потом это было... Ну, я ему рассказал, что я хочу. Он так послушал, послушал, послушал. Короче, говорит, смотри. Я включил видеокамеру. Он сделал произволку прямо вот с лёта. Вот эту, индейца, мою. Запомнил? Я говорю, я запишу, можно? Я записал и полгода её репетировал. А сколько тебе лет было? То, что он сходу 27, наверное. Ну, до 30 лет. Ну, тебя зацепил самого, понравилась идея, да? Блин, ну, согласись, круто было. Нет, конечно, просто небо аналога такого, что на сцене кто-то так выступал. Вот, с тех пор изменилось. Если ты помнишь, Дима сделал произволку очень красивую. Уже когда не выступая, вот так вот. Я посмотрел на неё. Зашло ты. Ну, я не видел лучше ничего. Я смотрел её раз 50. Я вот не вру. Я вот как заворожённый смотрел. Я Димону говорю, Димон, кто тебе делал? Кто тебе помогал? Там, кстати, 51 просмотр был. 50 было твоих, наверное, вижу. Ну, ты и хорош. И вот он это самое, говорит, Саша, дракон. У него же своя школа дракона. Он мне дал контакт, мы с ним встретились. И как-то сразу нашли общий интерес. Вот все последующие произволки, вот в этом образе, да, был рыцарь, демон. Ну, пять произволок мы с ним собрали, которые, в принципе, вот такие вот одного стиля. Поэтому вот ты говоришь, почему он перестал, а почему не хочу. Вернее, не ты говоришь, это я сказал. Потому что недавно, сделав новую произволку, я приезжаю в Краснодар, выступаю на соревнованиях. Все хвалят, все ждут. Говорят, вот, скорее бы Андрея, там у неё всегда интересные произволки. Подходит местный фотограф и говорит, все хорошо. Ну, почему произволка старая? Я говорю, блядь, в смысле старая? Новая, да? Ну, она же похожа. Какой атлет, такая произволка? Ну, она же новая, она абсолютно другая. Да, в том же стиле, как бы, да. Но мне нравится в таком стиле делать. Просто не вижу уже смысла что-то новое делать, придумать. У меня есть их пять штук. Твое тело достойно лучшего. Одежда Power Insight на wildberries.ru Кстати, положительных реакций гораздо же больше. Ну, что обращать внимание на эти, там, 10-15 процентов? Ну, Дим, человек так устроен, все равно я обращаю внимание и на положительные. Я помню, вот когда вот этого сделал демона, вот этого, где я вот так вот иду, там, всех разрываю. Или это рыцарь был, не помню. За кулисами ко мне подходит Юра Леонов и говорит, Андрей, это что-то... Невероятно. Я, говорит, у меня мурашки по телу. Всю твою произволку боль. Это был беталанин просто. Вот такая реакция тоже, и многие так считают. Опять же, я просто не буду меняться и не хочу. Я не буду сейчас вот в этом тренде, я не буду делать то, что нужно всем. То, что все... Да, то, что все хотят, вот это вот видеть, подмельканную музыку, позы классического бодибилдинга, вот это все. Я делать не буду. Мне это скучно. Сейчас же, ты знаешь, ввели приз за лучшую произвольную программу денежную. Опять же, выиграют вот именно такие произволки в основном, медленные, красивые. Ну, мне это скучно, я бы не хотел. Андрюх, ну вот так, понимаешь, как получается, прошли какие-то годы, времена. Было время, когда ты брал интервью веселый, задорный. У Димки Голубочки, да вообще там и по старевым хотят, теперь берем интервью. Ты, по сути, был, наверное, единственным таким блогером. Когда такого блогерства, ютубства не было практически. И, в принципе, не было слова блогер, не было ютуба. Ютуб, вернее, был. Но, если Сережа помнит, там были видео, которые 15 минут. Поэтому мне приходилось интервью резать на две, три части выкладывать. Интервью с Димой Голубочкиным. Первая часть, вторая, третья. Я был первым. И, честно говоря, мне почему пришло это в голову? Во-первых, потому что никто этого не делал. У меня родилась идея сделать серию интервью, которая называлась «Московская битва» с нашими московскими атлетами. И там были все. Ну, кто тогда выступал. Дима Каракаш, Митюшин, Леонов, Леонид Истомин, Марутик. Ну, все, все. Даже тех, ну, люди, о которых вообще ничего не знали. Я попытался их как-то осветить, задавать какие-то вопросы. И потом, соответственно, был Дима Голубочкиным. Это была бомба, разорвавшаяся. Дело в том, что мы с Димой ездили на соревнования. Я его знал как человека, знал как рассказчика. До меня кучу раз у него брали интервью, журналы. И все это было, ну, стандартно обычно. И я попытался его раскрыть именно как харизматичного рассказчика. И это получилось. И это выстрелило. И я помню, что тогда не было ни монетизации на Ютубе, не было ничего. И, в принципе, не было, я уже говорю, слово блогер не было. 12-й год, может, даже и раньше. И интервью набрало больше 300 тысяч просмотров. Ух, потом время несерьезное заявление. Это не то, что... Это как сейчас 3 миллиона. Да, да, да. Это как сейчас 3 миллиона. Поэтому мне сейчас приятно, что... Почему я перестал это делать? Потому что появились профессионалы. То же самое с фотографиями. Я купил себе дорогой фотоаппарат, зеркальный, по тем временам было очень круто. И из судейского столика снимал фотографии, выкладывал на форум. Тогда были очень жаркие баталии. На форуме 800 страниц было. Просто форумы еще тогда жили. Да, тогда был сам рассвет форумов. И тогда выкладываешь фотографии, появились фотографы, появились профессионалы, которые стали делать это профессионально. И мне это больше не нужно было делать. Я это делал, потому что это нужно было людям. Поэтому, когда пришли профессионалы, я просто ушел. Сказал, слава богу, всем спасибо. И то же самое с блогерством, с интервью. Пришли люди, которые стали делать профессионально. Андрюх, слушай, вот мне так давно интервьюировали Ильюху Горошко. Так что ты скажешь, братья, по поводу вот этой истории с Олегом Макшанцем и вообще федерацией, вот этим, новым президентом вообще всей этой катаваси, которая сейчас происходит? Ну, я так понимаю, много откликов было, да? Да, но судя по тому, что как пишут в интервью, там, под ютубом, там, всяким там комментом, понимаешь, там жаркая дискуссия разгорается. По Олегу именно? И по Олегу, и по судям некоторым ФББ. Это мы сейчас продолжим, в продолжении разговора. Ну, во-первых, я хочу сказать два слова вначале о том, что мне не совсем понравился вот этот негатив, что Ваня Кочетков, что Илья Горошко по поводу Олега. И это выглядит не совсем красиво именно сейчас. Если бы они это сказали тогда, когда Олег был президентом, это бы звучало совсем по-другому. Это было бы революционно и круто. Но сейчас, когда в такой ситуации, когда Олег дисквалифицировали отсюда, отовсюду, это выглядит не очень красиво. Заклевывать начинает, да? Ну, зачем? Он уже все, он уже за все свое как бы получил. Зачем вы туда еще эти камни бросаете, как это, в упавшего человека? Это выглядит некрасиво. И самое главное, что я хочу, это как бы вступление. Давайте разделять Олега Макшанцева как болельщика, как фаната бодибилдинга и как президента Федерации. Что я хочу сказать по этому поводу? Как болельщик и как фанат бодибилдинга, Олег очень эмоционально высказывался. Это Илья Горошко заявил в интервью, и Ваня Кочетков. И это действительно так. И мне прилетало неоднократно. Эмоциональный человек. Он не может вести себя по-другому. Это нужно понимать. И он эмоционально высказывает не как президент Федерации, а как болельщик. Типа, ну вот как же так? Ну вот как все ругаются в интернете, да? Можно сказать, что Олег так. Но при этом, как президент Федерации, в следующий чемпионат Москвы приходят все эти вот те судьи, которым досталось от него. Илья Горошко. Я. Мне тоже прилетало. Все-все. И он именно нас сажает судить на все ответственные категории. Никогда никто ни разу, блядь, не пострадал от Олега. Ни Илья Горошко, ни другие судьи, действиями которых он был недоволен. Никого никогда не снимали с судейства, ни каких-то мер фискального характера не применял Олег к ним. Более того, именно их он сажал судить. Все ответственные категории. Всегда, всю жизнь, когда Олег был президентом Федерации, именно он формировал судейскую бригаду на бодибилдинг. Никогда он не доверял никому другому это делать. И он понимал, что наше мнение принципиальных, не зависящих ни от чьего мнения, в том числе и от мнения Олега, именно таких людей он сажал судить, как президент Федерации. Не как болельщик, а как президент Федерации. И он понимал, что для Федерации, для бодибилдинга, это всегда хорошо и позитивно. Таких судей сажать судить. А не марионеток, которые будут судить так, как тебе хочется. Всегда все ответственные категории судили те судьи, которым больше всего от него же и влетало. То есть получается, что все-таки интересы Федерации и интересы спорта стал выше, чем в своих каких-то моментах, претензиях и всего остального. Вот, ты правильно понял мою мысль. Именно в этом я, возможно, и благодарен Олегу, что он четко понимал, что одно дело его мнение как болельщика, которое он может высказать в негативной форме, матом, да, тебе, как судье. И другое дело Олег Макшанцев, как президент Федерации, который понимал, что честное и адекватное судействие – это прежде всего. Да, ну просто, может быть, если человек в костюме функционера АФБ высказывает, как этот момент разделить, он в роли Федерации и, так сказать, одного из членов, как бы, этой всей администрации, да, АФБ, и другое дело, как фанат, где этот момент разделения, может, просто люди не понимали. Да, не понимали, поэтому вот такой негатив сейчас и выливается. Все свои обиды. И, в принципе, так вот получается, как какие-то вот, ну, не очень позитивные интервью получаются, что спортсмен недоволен судейством, потом приходит на интервью судья, судья недоволен Федерацией и руководством. Судья спортсменом. Да, все друг другом недовольны. Ну, не знаю, больше позитивных моментов. И Олег действительно болел за бодибилдинг, как никто другой. Олег, первое, это был заслуженный спортсмен, все-таки абсолютный чемпион мира. Он был безогоровочным лидером, харизматичным лидером, за которым люди просто шли. Мы, собственно говоря, были те, кто подавал ему патроны. И можно, конечно, по-разному к нему относиться, к его манере общения. В принципе, претензии, в основном, у людей к манере общения Олега. Да, он некоммуникабельный, жесткий, агрессивный. Не гибкий. А-ля 90-е. Вот он человек из 90-х. Поэтому у меня тоже долгое время с ним не складывались отношения. Мы, не скажу, что были врагами, но у нас был конфликт изначально. Мы не общались. Но, несмотря на наш конфликт личный, я судил соревнования. Я делал свою работу. Работа выше, чем личная. Конечно, конечно. Там конфликт был, ну, такой мелкий. Но, тем не менее, мы так друг другу очень... У тебя не отдал деньги за банку протеинов? Ну, я там был на Сушке. Я, скорее, сагрессировал. Это было на России, в Мурманске. Но смысл в том, что, несмотря на какие-то внутренние, личные... Я к нему отношусь с большой долей уважения. Что бы там ни было, и я, в принципе, через какое-то время, можно сказать, адаптировался. Я просто понял его. Он, возможно, понял меня. И никаких вопросов у меня не было. Я понимал, что человек по-настоящему, в первую очередь, болеет бодибилдингом. Болеет, да. Фанат реальный. А правда, Гриш, вот, что Игоря Лосева, судью, сняли с судейства? Ну, как я уже тебе сказал, никого и никогда Олег не снимал судейства. Что касается Игоря, ну, я расскажу, наверное, эту историю, потому что я вот удивляюсь с разных мест. Вот у нас в чате у Романа Джабела у нас есть чайт из БиБи-разговоры, ФБР-разговоры. Там вот недавно эта тема поднималась, как раз про Игоря Лосева. В некоторых интервью тоже эта тема затрагалась. В том же чате писал Брумистов, что он уходит в другую федерацию, там уже все это обсуждение, да? Да? Там обычно сядут движухи? Нет. В другом месте? Да, это был чисто чат федерации. А это чат российской федерации, именно болталка. Не новости, а просто разговоры между собой. Понял. Как это было? Была судейская после соревнований, уже когда бодибилдинг прошел, всех наградили, и Олег пришел, судьи кушали, по-моему, да. Олег пришел и негативно стал вызывать, это касалось третьего места Дороничева. Это касалось не Тронова, как многие почему-то считают. Нет, это касалось Дороничева. Дороничев стал третьим, что Олегу не понравилось. Он по факту был там третьим. Я, к примеру, его третьим и ставил. Но некоторые судьи ставили его пятым. Пятым. Дороничев. Дороничев. И одним из этих людей был Игорь Лосев. Таких судей было двое. И Олег в свойственной ему манере высказал свое недовольствие Игорю. Мягко и нежно. Да. Игорь, естественно, как любой нормальный человек. Эмоционировал. Да, и просто больше не приходил судить. То есть это не было каким-то приказом оформлено, не было. Просто Игорь сам перестал... Рабочий момент принял на личный счет. Получается так, да? Ну, это не рабочий момент. Видимо, потому что Дороничев был один из атлетов Олега. Поэтому, как и Тронов... Ну, Олег, я как говорю, как болельщик высказал свое недовольство судям, которые ставили его пятым. И, кстати, первым тогда стал Соловьев, который потом выстрелил очень хорошо. Да? Ну, условно говоря, наше судейское решение, по первому месту вот уже сейчас, ну, и тогда оно было абсолютно верным. То есть Соловьев выиграл эту категорию. То, что Олег был недоволен, то, что Доронич стал третьим, ну, его можно понять как болельщика. И вот это его спортсмен. Естественно, взгляд немного замылен. Поэтому он высказал за свое недовольствие и высказал слишком эмоционально, что затронуло нашего лучшего спортсмена, лучшего по титулам, по званиям. Между прочим, если ты не в курсе, Игорь Лосев единственный у нас в Москве заслуженный мастер спорта. Не международного класса, а заслуженный мастер спорта. Именно по бодибилдингу. Дима Ешанькин, он классика и фитнес. А именно по бодибилдингу у нас больше нет заслуженных мастеров спорта. И было, в принципе, обидно Игоря терять из тусовки. Мы с ним дружим, и тогда дружили. И ездили вместе на соревнования. Жили рядом, тренировались в одном клубе. Дружили с семьями. С Игорем мы ездили отдыхать с семьями. Ну, то есть человек близкий мне. Я перенес это достаточно болезненно. Может, ты поговорил бы с ним, чтобы он не обижался, чтобы понял, что Олег такой угловатый, вот такой типаж у него. Может, не стоило так вот не приходить больше, тем более, сразу заслуженный. Динозавр, можно сказать, с той эры еще. Ну, слушай, лезть в такие отношения, но зачем? Помирить немножко где-то как-то, что-то как-то... Потому что на тассировании люди многие, ну, понимаешь, на сушке я знаю, какой ты, как бы, кого ты будешь обычно. За тебя, блядь. Вот. Я по этому ракушку одеваю перед этим. Слушай, Андрюх, ну смотри, ты общался с многими звездами из США, там, ведущей звездой мира, бодибилдинга. Ты был там, да, на Олимпии, они в Москву приезжали. Ну, по общению с ними, какие они реальные, как бы. Кто-то же, наверное, более такой покладистый обоих, кто-то такой головняковый. Ну, слушай, как везде, есть позитивные люди, есть негативные, есть хорошие, есть плохие. Из личного общения, да, когда вот не подходишь с камерой, а просто подходишь пообщаться. Ну, самое негативное, допустим, на меня произвело впечатление Шон Рэй. Представляешь, ну, вот ситуация, допустим, Олимпия, пресс-конференция. Мы выходим, я вижу Шон Рэй, сидит на лавочке, ждет там такси или машину, не знаю, с кем он общается. Я хочу с ним сфотографироваться. Стою, жду. Пока он поговорит с человеком, не мешаю ему. Он закончил общаться. Я подхожу. Мой для фото. Он делает вид, что меня не существует. То есть он просто сидит, смотрит в точку, не обращает на меня внимания, как будто я какая-то муха назойлива. Я такой, знаешь, типа, окей, окей. Языковой барьер сыграл или по-английски было? По-английски я вам спросил. Мой бифото, знаешь, это сложно не понять. Да, все просто, понятно. Вот, и меня удивлило не этот момент. На следующий день мы стоим в баре, я Олег Макшанцев и Дориан. Общаемся, Дориан вот такой мужик, Олег с ним обсуждает бизнес-дела, он завозил его питание, если ты помнишь, они дружат, проходит Шон Рэй, видит это, видит, что как бы Дориан, да, ребята с ним, улыбка такой, hello, hello, ну такой скользкий типочек, типочек, мне не понравился. Самый позитивный, а, Катлер позитивный, вот такой. Брэнч все время такой, я вот не увидел, что Брэнч улыбался. Все суровое, да, тоже, да. Такого-то, как вот на фото, он всегда такой суровый, сосредоточенный. Декстер такое ощущение, что он немного устал всегда. Сколько я видел, он такой. Недосып, наверное. Уставший, да. Человек такой, в принципе, не могу ничего сказать, там, плохого, хорошего. Самый охрененный, это Вольф. Вольф это вообще, во-первых, он языкового барьера нет, он по-русски прекрасно понимает и общается. И там на Олимпии, и здесь, допустим, он в Угол-Жиме приезжал, там у него съемка была, он тренировался, я ему показывал там как, ящички открывать там, и думаю, дай воспользуюсь моментом, да, там, пару вопросов. Я ему раз, он мне вот прям вот как есть, я дай там по фарме спрошу. Раз, пожалуйста, по тренингу, по загрузке. То есть он переодевается и мне отвечает, блядь, вот прям как нужно. Знаешь, я там, допустим, вот, я просто знаю, он сначала в Нутриксе был, и Нутрикс очень много денег в него вложил, вложил в плане медийности. Он стал медийным в Нутриксе. В каждом журнале выходили его фотки постоянно. Потом он перешел в Бейсен, да, и я говорю, Денис, вот я знаю, что сейчас многие не платят деньги спортсменам, типа мы тебя будем продвигать в плане медийности, в плане... Продукции подгонять какой-то своей, так честно, нет? Продукции, это само собой, об этом разговору нет. Именно медийный, чтобы ты был в журналах, чтобы ты был на виду, мы будем тебя продвигать, соответственно, в судействе может быть как-то поможем. Я говорю, вот у Нутрикс как было? То есть там было много спортсменов, насколько я слышал. Ну вот, допустим, Лабрадо не платит денег своим атлетам, насколько я знаю. Рич Гаспаре не платит. Они вот питанием, медийностью, продвижением... Он такой, мне Нутрикс плазил. Я говорю, ну а Бейсен как? Бейсен шаг вперед для меня. Ну то есть он все по делу отвечал. То есть были вопросы, которые я мог проверить его. На Олимпе стоит огромная очередь к нему за автографом, сфотографироваться. Я просто прохожу рядом. Денис, привет. Он узнал. Узнал тебя, Андрюха там, да? Да, раз, подходи. То есть мы с ним стоим, общаемся. Очередь стоит, ждет спокойно. Ну типа друг, наверное, какой-то. Мы с ним общаемся, он там что-то спрашивает. Я у него что-то спрашиваю. Он контактный такой, да? Очень контактный, простой, ну вот, очень мне понравилось. Про кого у тебя еще ответили? Ближе к народу. Фил Хит, например. Фил Хит неприятный человек. Почему? Он же улыбается, как симпатичная утка. Да, он такой позитивный, кажется. Ты знаешь, вот мы с тобой разговаривали про Олимпию, да? Что там, на первом ряду я сидел. У меня еще тогда был супер-вип-пакет. Я был на банкете с олимпийцами. Вот после Олимпии на банкете. Когда проиграл Кай Грин, он плакал. Реально плакал. То есть я говорю, да братан, ты первый был. Да, был арбуз. Мы сидели с этим самым, с Робертом Петковичем, Петраковичем. Он тоже по-русски более-менее. Жена у него вообще по-русски шпарит. Мы разговаривали, он очень жаловался мне. На жизнь, что вот нахрена я сюда приехал. Одни расходы. Помнишь тогда любительские турниры были у нас здесь, по всему СНГ, где там миллионные призовые были в рублях. Да. Так он говорит, я в любителях больше зарабатывал. Я сюда приехал, одни как бы убытки. Не поеду больше в эту Америку. Так вот, да, нормально общались. В принципе удалось пообщаться с ними совсем в неформальной обстановке. Или, к примеру, взять Чарльз Глаз, знаешь? Ну, тренер чемпионов там, известный человек. Мы тогда ездили как представители Optima Nutrition. Мы ездили к ним на завод, соответственно, мы ездили на Олимпию. А Чарльз Глаз на контракте Optima Nutrition. А я тогда как раз был в команде Optima Nutrition. Международная майка была у меня, именно команда. У нас была встреча с Чарльзом Глазом в одном из гул-жимов в Вегасе. Мы приехали на встречу. Ну, представляешь, кто? Владельцы магазина спортивного питания. Из них спортсмен, я один. Большинство из них не знает даже, кто такой Чарльз Глаз. Ему он, ну, темнокожий, темнокожий. Не очень ему интересность. А я его так вот, раз за бороду. И часа два его конкретно по загрузке, по тому, по сему. А как что? А чем грузится? Бататом. А сколько? А как? А как готовят? Кстати, в Мурманске я вот рассказывал, что хорошо выступил. У меня там хорошая форма была. На батате? Картошки. 12 килограмм я съел за три дня. 12 килограмм я съел. Я не знаю, ну, мне заходило. Я вот сейчас не могу полкило вся запихнуть на загрузку. Ну, килограмм может быть. Полкило этого, полкило то. 12 килограмм за три дня. Ну, и форма была хорошая. Так вот, в Америке батат. Что касается... Еще, знаешь, там я такие вопросы задал. Говорю, в пресс-конференции была олимпийцев. Да, ну, мы-то как? Мы там за сутки вообще ничего не пьем. Ну, водички, в смысле, обезвоживаемся. Я смотрю, Кай Грин. Через каждые полчаса. Напевает, 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 напевает. Такую песню хоть напевает. Водичку пьет, пьет. И меня, ну, такие вопросы интересовали. Он мне все по делу отвечал, мне понравилось. Сейчас же глаз. Именно так вот, как... Я говорю, а ты еще такой вопрос. Тот же Кай Грин. Вот он сидит, например, вот такая морда. По нему хрен скажешь, что он на сушке, что он готовится. Но он снимает, он весь... Сечется. Расписной, да. Я говорю, по мне всегда понятно, что... У меня лицо в два раза меньше, щеки в палы. Сразу понятно, что я готовлюсь. Да, я говорю, как так получается? Тоже мне ответил. Так что, Чарльз Глаз, человек с большой буквы Ч. Чувак, вот смотри, реально, хейтят и тебя, и меня там прилично в сети. Тебя больше. Спасибо. Но, на самом деле, вот реально, в 50 лет, как-то у людей может быть глазом вылится к тому, что кто под полотенник возраст, а выглядит так перфектно. Каково это, ощущать себя в 50 лет и бороться с молодыми, кроме того, побеждать? Каково это? Ну, и что тебя мотивирует дальше двигаться и дальше выступать? Да, вопрос я как бы понял. Вопрос под текстом. Вопрос в том, что все равно в 50 лет не сделаешь ту форму, которая была в 30, условно говоря. Согласись с этим, это так? Да, конечно же так. Я думаю, что когда тебе будет 70 лет, или другим ответом ты ставишься в полотенник, и в 70 лет от этого они тоже не могут выглядеть, как ты в полотенник или в 30, тем более. Однозначно, однозначно. И здесь вопрос в том, что в бодибилдинге ценится прогресс. Один из самых престижных кубков вручается кубок прогресса, знаешь, на России, да? То есть есть абсолютный чемпион, а есть человек, который получил кубок прогресса. То есть прогресс в бодибилдинге очень важен. И многие перестают выступать, когда перестает прогресс у людей. Ну, человек понимает, что все, вот это был пик. Больше он не способен, не сможет. Да, да, я вот сделал в следующий раз, не то, еще раз и все. Человек понимает, ну да, наверное, стоит заканчивать, потому что лучше я не стану. Мотивация первая у человека все равно. Даже когда девочка просто худеет, да, у нее мотивация это прогресс. Она видит цифры на весах, она видит себя в зеркало, ей это нравится, и она продолжает этим заниматься. А представляешь, ты вот сидишь на диете, делаешь там полтора часа кардио в день, ничего не меняется. Ни в зеркале, ни на весах, ни в зеркале. Ну, нахуя это продолжать? Согласен. Вопрос в следующем, что о возрасте, если говорить, да? То есть в бодибилдинге возраст понятия достаточно условным. Во-первых, ну вот самая моя, допустим, лучшая форма по сухости была, это в Ханты-Мансийске в 2009 году. Где я вот прямо сухой-сухой. Самая моя массивная форма была, это когда я выиграл Самсун в категории 100+. А Ханты-Мансийск это был до 90, чтобы ты понимал разницу. Но я считаю, что самая моя лучшая форма именно в балансе, массы и качестве, это была форма... Одиннадцатого года? Нет, не одиннадцатого. Одиннадцатый это когда я Россию выиграл. Форма шестнадцатого года в Мурманске, когда я стал по мужикам третьим в категории 100 килограмм. Именно вот по балансу массы и качества. Я весил на взвешивании 100 килограмм 300 грамм. Меня заставили сбрасывать, представляешь, 300 грамм эти. Я сплевал. Знаешь такое? Да. Ну это когда ты уже не можешь писать, условно говоря, да? Уже все, ты все отписал, но тебе еще нужно. Ты берешь пачку жвачки, засовываешь ее в рот, начинаешь жевать и плюешь. С стаканчик ходишь, плюешь, плюешь. Вот я там 3-4 стакана сплевал и 500 грамм скинул таким образом. Если кто не знает, вам на заметку, как можно там последние граммы доводить. То есть я начал выступать, мне было там 27, по-моему, или 25, но лучшую форму я показал 43. Поэтому в бодибилдинге все-таки возраст условно... Это по теме прогресса, Миша, да? По теме прогресса, да. А вот спад у меня пошел где-то вот в 46. И этот возраст может быть у людей разный. Вот у Ешантина-старшего это может быть и 60, и 70 лет. Поэтому вот эта цифра, она не фиксирована. И продолжая выступать, я все-таки хочу оставаться в той же обойме. Плюс, если следовать такой логике, вот ты типа не показываешь топовую форму, зачем тебе выступать? Ну, зачем тогда выступать классиком? Зачем тогда выступать в фитнесе? Да, если там человек изначально показывает форму, которая хуже, чем у топовых бодибилдеров, правильно? Но они же выступают, для них есть категория. Так же для нас есть категория 40+, 50+, 60+. И в рамках этой категории я еще вполне себе на огонь. Слушай, ну вот, в принципе, многие атлеты известные, как бы завершают свою карьеру как бодибилдеров где-то в 50 лет, плюс-минус. Ты также пытался, я знаю, участвовать в международных соревнованиях различного уровня. И все-таки в своей категории, именно возрастной, там, 50+. А если у тебя, ты ставишь перед собой такие задачи, выиграть международные соревнования? Мне не понравилось слово «пытался». У тебя это удалось? Пытался выступать на международных стартах. Я начинал это делать в 2013 году. То есть 10 лет я каждый год ездил на международные старты. Европа, мир, иногда два турнира в год международных, и Европа, и мир. Мои лучшие результаты на мире, одно четвертое, два пятых, Европа два третьих, Арнольд Классик, чемпион европейского Арнольда, и второе место Арнольд Классик ЮАР. И все это было, и все это было после 2018 года. Почему? Потому что правильно расставленные приоритеты. Арнольд Классик, хороший спортсмен, здесь выиграл все, много раз Москву, много раз Россию. И вот он собрался силами, с мыслями, с деньгами, раз съездил, у него не получилось, до свидания. Больше он не пытается, таких примеров много. Я к тому, что нужно, во-первых, пытаться, во-вторых, правильно расставлять приоритеты. Что это значит? Когда ты ставишь главным для себя турниром, допустим, чемпионат Москвы или чемпионат России, а на международный старт и ездишь по остаточному принципу, выступив здесь 3-4 раза, ты туда уже приезжаешь, ты уже все, от тебя ничего не осталось. Да. Вот так я делал с 2013 по 2018 годы. Когда поставил цель. Я долбился в эту стену, имея там лучший результат, седьмое место. Да, вот все эти годы. И только в 2018 году, когда я выиграл абсолютку на России, когда я уже, условно говоря, достиг максимума, которую я уже не добьюсь внутри страны, то есть я выиграл в Питере, причем, чемпионат России в мастерах тяжелую категорию, и потом еще и абсолютку, я понял, что, ну, здесь все. Надо ставить приоритет на Европу и на мир. Сразу же, на следующий год, 2019 год, третье место чемпионата Европы, второе место Арнольд Классик. Следующий год, первое место Арнольд Классик, третье место чемпионата Европы. Сразу бах, 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 едем на чемпионат мира, мастерский, в Тарагонов, да, это в Испании. Красивый старый город, ой, блин, лучше, чем сам с Сусанном. И я там занавлюсь пятым, но, чтобы ты понимал, это лучший результат среди всей мужской сборной тогда был. Я пятый, Александр Сергеевич Ешанькин шестой, Фатьянов восьмой и Миша Юсев седьмой. То есть, понимаешь, да, значимость этого пятого места. Да, да, из всех наших... Да, вот так получилось, так получилось. Именно потому, что приоритет у меня был на международные старты. Поэтому, ребята, если вы хотите выступить хорошо на международном старте, делайте приоритет на международный старт. Сейчас, к сожалению, у нас Европа и мир... Подзакрыты для нас, да? Подзакрыты, да. Есть Азия, в том году наша команда удачно там выступила на Азии, но в этом году Азию почему-то сделали в августе. И вот я теперь не знаю, тянуть до августа, забить на Азию. Мы как-то вот с Ветом общались, с тех, кто у нас бывал здесь, в Железномерее. И как-то все проходила история, что судьи, там, как Илья, опять же, Горошко, и многие другие, за идею, там, судили просто, ни копейки не получали. Сейчас ты слышал, что, там, надо, чтобы получить какое-то судейство, надо заплатить за семинар Ване Мангустову пять тысяч, и потом только тебя допустят до судейства, там, какие-то движухи. Это правда или нет? Ну, судейские семинары сейчас проходить судим обязательно. Алло, Нелька, привет, ты. Привет, дорогая, как ты? Да, привет. Ты что, спишь? Нормально, да. А что это время 16-11 ты спишь, что-то как-то понять. Ты где ночь была? Мама знает вообще? Слушай, Нелька, я буквально, сейчас мы по нашей истории там один, я тебя признаю, слушай, у меня вопрос такой. Хотел по поводу Вани Мангустову знать. Слушай, а просто когда-то он просто выводил, на Ростомире стал, выводил иногда девчонок, ребят, там, на сцену. А сейчас просто нужно какие-то семинары проходить, ему платить деньги. Ну, короче, какая-то такая история. Выясняем правду. Вот, Железный мир хочет сдать правду. Как оно есть на самом деле. Железный мир пусть качается, правду он хочет. Вообще, когда он появился, честно говоря, это тайна такая, знаешь. По-моему, мальчик появился из ниоткуда, блядь, и стал таким этим уже крутым судьей. Вот это непонятно. То есть, ты понимаешь, что эта логика какая? Ты же судила, да, сколько ты уже, да, ты профи реально, почти, вот, как и многие ребята. А теперь нужно платить за семинар пять тысяч, чтобы ты была судьей, когда ты и так уже отсудила столько времени, как и многие другие. Что за прикол? Как такое вообще может быть? Гим, ну смотри, он же ездил там, на границу обучался к этому. Ага, вот, интересно. Едет на турнир, на любой там, на международный, именно ФББ. Да? Если хочет стать судьей, он проходит там обучение, там, делаю, если деньги платят, и все, тебе курочку дают. И тоже судья. Вот и все, вот так судейские курочки делаются за границей для наших. Ну и для ихних тоже так же, все просто. Только мы не можем, сколько судей, не можем курочки судьи получить, охереть. Вы не можете получить здесь? Да, случайно, конечно, у многих судей нет курочки до сих пор. Понял, Неркин, ладно, спасибо тебе, за то, что были вот эти вопросы. Нет, я знаю, я вот эти вот подвохты, ты звонишь и куда же там снимаешь. Да, мы сейчас с Андрюхой Поповой снимаемся, на самом деле, снимаем здесь «Железный мир», как будто новый выпуск. И затронули эту тему, я сейчас говорю, на некоторые новости, я тоже удивлен просто, как можно, те, кто судит, блин, уже по десяткам лет, грубо говоря, проходить за мной семинары. Вот в чем нонсенс, понимаешь? Хотя и так не... Поплачивали, но и он все купил, что нормально. А, ладно, Нерка, наберу попозже, спасибо тебе. Помогла я всем, что могла. Ну, продолжение следует, многоточие. Все. Ладно, спасибо тебе. Хорошо, удачи на новом эфире. Давай, взаимно. Пока. Пока. Часто бывают такие истории, когда атлеты писают там фотки, вот Димон, посмотри, вот я же явно, вот три троица, я явно первый, а не третий, не второй, понимаешь? И вы что-то засудили. А бывают такие истории, когда наоборот, атлеты явно выше ставят того, чем он как бы заслуживает. Как ты считаешь, были ли в твоей карьере такие истории, и как ты к этому относишься? Дим, ну, конечно, я выступаю давно, со мной были всякие случаи, в том числе и такие. Пару раз у меня было, когда действительно, я бы, если бы судил свою категорию, я бы себя поставил ниже. Да, такие случаи были. И я бы... Но ты ничего для этого не делал. Ну, ты понимаешь, я стою на сцене. Ну да, тебе же не снятие. Я стою на сцене, я же себя не ставлю в протокол, ставят люди, которые... Со стороны видно, говорят, да? Да, вот они сидят, они расставляют по местам. Я стою на сцене, делаю все, что могу. Блядь, я прошел этот тяжелый путь. Я стою еле живой. Да? И потом ты уходишь со сцены, и на тебя понеслось вот это говно. На тебя. Не на тех, кто тебя поставил незаслуженно выше, а на тебя. Я столько говна выслушал, да, там, за это там один или два случая в своей жизни. Я врагу не пожелаю. Ты понимаешь? Ты понимаешь, если бы была возможность изменить эту ситуацию, вот у меня, я бы лучше бы стал ниже, чем выше. Вот я тебе клянусь. Потому что всегда, вот еще Кадзоев говорил, что лучше заслуженно проиграть, чем незаслуженно выиграть. Вот это на сто процентов так. Ты понимаешь, тебе от этой победы, ну, блядь, ни тепло, ни холодно. Да, особенно если ты долго выступаешь. А самочек останется, да? Да, да. Тебе, ну, тебе вот это говно, которое на тебя вылилось, оно не сделает тебя лучше и выше, как бы. Но при этом ты, главное, в этом не виноват. Ты вот стоишь, ты прошел этот путь тяжелый и длинный. И получается, что победил, как бы, должен радоваться. А на тебя вот это все вот на тебе, на тебе, на тебе. В чем твоя вина? И я бы, вот, честно говорю, ребятам, которые пытаются, знаешь, там, может, да, договориться или что-то. Ребят, ну, нет. И это не принесет вам удовольствие, такая победа. Вот, хорошо. Ты старая школа, как бы, из тех, кто, да, сколько и выступал, и судил. А сейчас судим, практически пройти семинар, заплати 5000, и ты судья. Как-то к судейству таких людей доверять вообще, как ты к этому относишься? Да. И главное, что сейчас судей чуть ли не больше, чем спортсменов на сцене. Я помню те времена, когда мы область судили где-нибудь, которая, ну, не рядом с Москвой, условно говоря, а далеко ехать, Ступино где-нибудь, еще там, Солнечный Горск. Троем. У нас трое. У нас трое, судей. С утра побольше, но к концу дня все рассасываются. И мы трое. Вот ты сидишь, и ты понимаешь, что вот как ты сейчас поставишь, то есть ответственность твоя настолько сильно возрастает, что когда не 9 лет... Ты должен максимально корректно быть и честно правдив. Да, да, да. Я помню вот таких... Тем более, когда твой атлет, ты его пиарил. Не мой атлет, а, к примеру, твой знакомый и какой-нибудь уважаемый атлет. У меня была такая ситуация на области Серега Родин и Александр Сергеевич Ешанькин. И вот там вот этот баланс. Абсолютно, да? Нет, в категории. Или в Краснодаре. В Калининграде мы судили. Мой друг Леха Бекер. Да. И другой спортсмен, который сушил его. И вот тоже... Личные. Личные, да. И всегда я, допустим, к своим знакомым и друзьям более критично отношусь. Даже не лояльно, а наоборот критично. Да. Я прям вот рассматриваю все нюансы. Вот у меня такой минус. Поэтому... С тобой лучше дружить. Многие, да, знают это, что как бы если ты мой друг, то скорее всего я тебя поставлю ниже, потому что более к тебе критичен. И к тебе меньше претензий. Во-первых, судей сейчас много, потому что появились коммерческие номинации, на которых все зарабатывают. Взять тоже бикини. Там у каждой бикини три наставника. Один позирование, второй в зале тренер, третий диету, четвертый тебя в судейском пиджаке пытается продвинуть. Ну, как им кажется. То есть человек не может... Человек не может... Был такой случай на чемпионате России. Девочка, наша топовая бикинистка, сколько-то лет назад, занимая первое место, к ней подходит ведущий с микрофоном. Кого же тренер? Это секрет. Вот так? Вот так. А тренер стоит получить медаль. А она не знает, кого назвать. Она вот переживает, как же так. Ей дают эту медаль, одевают на шею, она снимает, дает этому, собственно, кто по факту ее тренер. Этот тренер берет эту медаль и, блядь, в зрительный зал кидает. И на нее как бы ругается. Эх ты, неблагодарная. Неблагодарная. Неблагодарная бы так, ну ладно. Их сейчас много. А есть интерес у судей идти судить. Понятно. Опять же, ты вот про семинар спрашивал. Я был на семинаре. Ты заплатил 5000? Три с половиной тогда еще было. Я успел. Старговался. Старговался. Вот. Прослушал. Сидит девочка. Можешь нормально же судить? Сидит девочка. И на полном серьезе задает Ване вопрос. Я не помню прям вот дословно, но суть этого вопроса в том, а чем отличается складка, ну понимаешь, складка на коже жировая. От сепарации. То есть человек не знает. Некомпетентная. Не то, что некомпетентная. Ну. То есть человек задает настолько тупой вопрос. А я недавно с одной девушкой поругался так в этом самом, в соцсетях. То есть она мне что-то написала, я что-то ответил по судительскому семинару. Я говорю, а вы вообще как, зачем? Никогда нигде не выступала. Домохозяйка. Сидит дома. Лет 40 с хреном. Много детей. Хочет быть судьей. Я говорю, а зачем вам это? Какая ваша мотивация? Я хочу. И я буду. Я добьюсь. Я все для этого сделаю. Я считаю, что я достойно. Я могу. Я справлюсь. Я тебе клянусь. Я так с ней ругался. И она вот считает, что я козел. Вот прям козел. Мешаешь ей. Судя мечту. Быть судьей. И таких сейчас, которые туда идут, непонятно зачем, платят деньги, чтобы посидеть в дубле, семинар пройти деньги, сесть в дубль деньги, за все деньги. Ну пусть платят. Это доход федерации. Не всех из них посадят судить. Слава богу. Слава богу. Ну люди тоже там не дураки. Она из дома будет на ноутбуке ждать кнопки. Люди все-таки не дураки. Они просто зарабатывают на этом деньги. Это чисто бизнес. Судить они не будут. А если и будут, то не такие уж и принципиальные категории. И либо в дубле. Слушай, Дурик, вот тема бодибилдинг и деньги. Сколько мы здесь уже списывали. Здесь гуси. Мы практически с каждым. Все упирается зачастую, даже любая поездка за границу для российского атлета. Это не то, что стресс просто. Здесь только не зарабатывают порой люди. Атлеты и бодибилдинг не такой уж вид спорта, где можно прямо заработать денег. Дарят там протеин или какие-то там, я не знаю, короче, фигню всякую, откровенно говоря. Скажи, пожалуйста, вот ты и твои поездки, как ты зарабатываешь, как бодибилдер, денежки на то, чтобы ездить и побеждать? Ну, я изначально... Формой приторговываешь? Изначально сформировал. 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 Я изначально реализовал себя по не зарабатыванию денег. А изначально это была туристическая деятельность, продажа азербилетов, турагентства. И только после того, как я стал крепко стоять финансово на ногах, обзавелся семьей, я начал выступать, начал ездить на международные старты. Потому что искать спонсора, ну, это как бы ходить с протянутой рукой. Я знаю очень много прекрасных атлетов, топовых атлетов, гораздо лучше уровня, чем я, поверь. Такие разы есть? Которые могли бы сходу, с первого раза выиграть Европу, мир, но они туда не ездят, потому что денег нет, а спонсора нет. Будет спонсор, я поеду. Слушай, ну ты всю жизнь на это потратил. Ну, блин, 50 тысяч найти, в принципе. Взять, допустим, какой-нибудь чемпионат Европы, приезжает 150 человек, команда, из них 130 это бикини. Ну, они-то находят деньги. Я понимаю, что ты сейчас скажешь, но я про это не говорю. Половина из них все-таки ездит за свои и сами зарабатывают. И как-то находит возможность поехать на чемпионат Европы, на чемпионат мира. Но у нас почему-то, у бодибилдеров, у многих, особенно, которые давно выступают, есть такая... Вот если меня платят, я поеду. За свои, ну как же, как же я за свои поеду? Ну, мне кажется, это неправильно. И когда ты уже сам финансово хорошо стоишь на ногах, и ты можешь тебе это позволить, и подготовку, и поездку, тогда и результат, наверное, будет. Да, просто мы с тобой в Москве живем, здесь все крутится, областные ребята, не все, пойми, там, и зарплату, уровень жизни, елы-палы. В пятерочке новороссийской зарабатывать 18 тысяч зарплаты, пойми. Поэтому, ну, короче, ты сам, СУСАМ, ты сам пытался зарабатывать всегда. Да, да. Туркомпания, потом торганул. Спортивное питание. Спорт питанием. Как пришла мысль заняться, помимо туристическим бизнесом, просто по формам своим, стероидру, там, по твоему форму, помните, ста, атлетам помогал, ну, туры недорого делал, там, авиа, туда, билеты. И в какой-то момент наступил, я не помню, год какой, не десят, или один, я не помню, какой-то год, когда ты раз и открыл фитмагазин. Да, это 20 лет назад было. Ты перепутал даты, это очень давно было. А, уже 23-й год. Ну, 3-й, да. Это был 2004, по-моему, год, или 2003, это появилась просто страничка в интернете. Тогда интернет-магазинов, в принципе, если ты помнишь, было 2 или 3. У меня допинг-ру уже был магазин. Нет, допинг-ру чуть позже появился. Сначала появился Русатлет, если ты помнишь. Да, они у меня выкупили там допинг-ру. Одни тебя и купили за 300 тысяч долларов допинг-ру, я это прекрасно помню. Это было в пятом году, да, чувак? Да, он открыл магазин, открыл магазин, полгода проработал. 2-3 месяца, 3 месяца. Они у меня выкупили из-под ска. За 30 тысяч долларов у него купили. Тогда, чтобы... Квадратный... Да, магазин. Кленская база все отдал. Просто сайт, сайт. С курьером отдал. Просто с чуваком, да, реально. Ты это оставь. Сайт просто человеку купили, который продал 3 месяца до 30 тысяч долларов. Таким образом убили конкурента. Мы с тобой немножко... Какая история была? Мы с тобой не путаем, прости, братья. Это не допинг-ру. Это был сайт Тестостерон.ру. Вот. Был сайт Тестостерон.ру у меня. Допинг потом долго существовал. Потом, да. Сначала был домен Тестостерон.ру, как бы сделал это магазин. Просто у меня много клиентов было по фарме. И, как бы, я думаю, параллельно еще можно всех поставщиков Спортпита, я их еще тарил, ну, и фарма. Они говорят, Дима, ну что ты бери у нас питание, мы тебе так же подружески, по нормальной цене сделаем. И он выстрелил у тебя очень. Да. У меня буквально за 2-3 месяца просто все начали тариться на Тестостерон. На квартиру приезжали ко мне, на Крыльцово-Гордецкой, на съемную, и там тарить. Я офигевал, то есть, объемом. А тогда номером один был Русатлет. Да, ребята, там дворе был Серега из Ярославля и Димка. Да, вот они. Я с Димой общался. Ну, а я с собой. Ну, короче, говорю. И они говорят, Дим, слушай, там, ты не хочешь продать Тестостерон.ру, как бы, ну, давай, как бы, обсудим. И они меня, прикинь, за тридцатку долларов кэшу выкупают. И остатки, говорю, из всего магазина выкупают. А тогда квадратный метр в Марье на 100-300 долларов квартиры, понимаешь? И я, почитаю, Садус чуть ли не в 100 метров мог себе позволить. Твой сайт, вот эту тридцатку, они отбили через год. Да, можно. Как он мне сказал? Более того, я еще договорился на сайте Стероид.ру, они у меня обязаны были выкупать рекламу, и только они. 2000 долларов они мне еще платили каждый месяц, двушку. А какие ресурсы были на тот момент? Какие ресурсы? Вообще, сайтов по форуму не было. Был форум Стероид.ру, встречи, кусовки, все. Год или два они платили по 2000 долларов просто. Это как бы гарантия того, что другая реклама не будет размещена, что питание будет прежде покупаться в Тесостерон.ру. Мы вообще не говорили про Тесостерон вообще, что он уже... Что продал, да. Все думали, что это его магазин. Да, и поэтому тарились, а уже тарилил их Русатлет, там же в гостинице «Молодежность». За фармом была разрешена? Уже стык был такой, пограничный. Да, нет, да, нет. Да, так вот вопрос. Когда у тебя зазрела идея торговать Спортпитом? После Русатлета вы Тесостерон.ру? Да, практически в то же время. И причем так же, как и у тебя, у меня все это выстрелило очень сильно. Рост был 300%. Ну, то есть ежегодный рост. Ну, тогда такое время было, что ты палку посади в землю. Да, она прорастала. Она прорастала. Все съедалось. И причем, буквально проработав ту же пару месяцев, меня Дима из Русатлета тоже пригласил на встречу. Мы что-то там обсуждали. Дим, ты понимаешь, что такая история, вот помнишь, были эти биодобавки сжигателей с эфедрой, потом какие-то были нюансы по эфедрину, и он рассказывал, что просели очень сильно, когда их подзапрятили. Ты тоже такое было? Ну, я не так сильно был завязан на этих добавках. Все-таки у меня основа была именно спортпит, протеины. Потому что, в принципе, во всем мире, допустим, Эрику взять, спортпит всегда был 90% это протеин. Это сейчас уже биодобавки начинают... Съедать. Да, да, отъедать. Проты уходят на третий план даже. Так вот, и все-таки, когда появился Фитмак, и вот этот рост, он позволил не только мне выступать, ездить на соревнования, он позволил, собственно говоря, и, ну, уровень жизни повысить, и спорту, опять же, помогать. Я много раз был спонсором ЧВТ Москвы, пару раз спонсором Чемпионата России был. Ну, твой Фитмак тоже, как-то, допинг-рубль. Все журналы, которые выходили тогда, все были с моей рекламой, и в «Железном мире» тоже моя реклама была постоянно. И с этой самой девочкой общался, как и Анна, по-моему, звали, которая занималась рекламой. Андрюх, вот у тебя был тогда, я помню, форум на «Попов». На «Фитспорт», «Фитспорт». Сначала был «Попов.ру», с буквой «добыл-в», по-моему, если честно. Да, да, да. Он не зарегистрировал, он уже был зарегистрировал, он «Попов» забыл, «добыл-в», понимаешь? Да, и вот он, а потом уже все на «Фитспорт» перескал. Нет, сначала вообще было «Попов.народ.ру». Бесплатно был он на хостинге, потом он перешел уже на «Попов.ру». Да, потом уже появился «Фитспорт». Будучи владельцем такого форума, известного, Андрюх, были ли у тебя предложения какие-то темы поднимать скандальные, удалять, рулить какими-то историями, как бы поступали такие предложения? Ну, более того, не предложения поступали, а угрозы достаточно часто удалять какие-то темы. За все эти годы, конечно же, было много всего интересного и скандального. Были разборки, которые переходили с форума в реальную жизнь. Люди там встречались, назначали стрелки. Реально? Да, да, реально. И ты приезжал? Я не приезжал, не со мной, слава богу. Но я участвовал в плане того, что все это происходило как бы… Подбивал всех вокруг меня. Побольше «Г» на вентилятор. Ну, ты знаешь, я как бы, может быть, в свое время как-то профукал этот момент. Можно было очень хорошо, наверное, все это дело монетизировать. Кого-то продвигать, кого-то, или какие-то бренды, а кого-то, наоборот… Задвигать. Задвигать, да. Но как-то в этом плане не особо у меня была развита коммерческая жилка. Я как-то не особо смекнул, что вот именно сейчас самый рассвет форума, и можно как бы что-то продавать на нем. Но… Как получилось, так получилось, да? Да, форум пришел какой-то молодой паренек, и как-то очень сильно себя преподнес, что ли, не знаю. Его кто-то привел, я не помню кто, что вот перспективный атлет, посмотрите, он там выступать хочет, там. Ну и как-то вот… Задивисты какой-то. Конфликт, парень попался, да. Я помню соревнование, чемпионат Москвы, я сужу в судейском пиджаке, иду в перерыв, кушать, я покушал, возвращаюсь в зал, иду, оп, этот паренек. А ты знаешь, что он так выглядит на форуме? Да, конечно, да, он фотки выкладывал, себя он же это позировал, там, он же хотел выступать, там, все на этом крутилось. И какой-то конфликт был, я уже не помню какой. Подходит ко мне и агрессирует. Как это происходит? В лицо мне дал. Обалдеть. Кулаком прям? Да. Я этого особо не почувствовал, ну, потому что весовые категории разные. После этого я нанес ему один удар, после которого его унесли в туалет, и кровь ему вымывали. И спрашивали, кто это тебе так? Он говорит, Попов, ну, блядь. Вот он. Спроси, кто это был выделен. А кто-то как поменял. Ну, просто парень какой-то с улицы. Не фамилию. Да откуда я помню? Нет, не фамилию. Как он выглядит, я не помню. Это 20 лет назад было, Серега. Я, главное, в судейском пиджаке. Это в фойе, все это видят. Подходит, бьет мне в лицо, получает в ответ, падает весь в крови. И уносит в туалет его мыть. Есть еще желающие поконфликтовать? Что это не выступающий клеток? Не выступающий какой-то, просто человек с форума. И тогда еще Саня Тимошенко был на Москве. Он у меня, что там случилось? Я говорю, да вот какой-то там персонаж. Так это ты? Я говорю, да я вообще не... Просто вот, у меня как ответная реакция. Я же никакой там не борец, не боец, обычный человек. Ну, просто вот, когда тебя бьют, у тебя сразу ответная реакция. Прикол. Я не хотел его обижать, честно. Так получилось. Слушай, было время, когда ты выступал в пауэрлифтинге. Я имел отношение к силовому экстриму. Ты помнишь, федерация ПЛСЕ. Ты пришел оттуда, в бодибилдинг. Как это произошло? Мотивы, почему, как, чего? Ну, тут, скорее, не оттуда сюда, а отсюда туда я уходил. В принципе, с чего все началось? Началось все с пауэрлифтинга. Почему? Потому что я учился в Бауманке. А, все, понятно. И, как ты понимаешь, готовиться на безуглеводной диете к сессии было невозможно. Поэтому... А пауэрлифтингу это не мешало. Поэтому... Кушать, в смысле, углеводы. Поэтому я очень хорошо кушал, старался. И выступал в пауэрлифтинге. Призер чемпионата Москвы. И потом уже, когда все сформировалось у меня, я уже... Базу сделал себе, да? Да, все у меня нормально стало в жизни. А федерация одна была только IPF была, и все? Да, да. И Слава Пискунул был. Да, 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 ты все помнишь. В ДК МАИ все это проходило. Конечно, в МАИшнике. В подвале, да. В МАИшнике самые такие... Без экипы, без какой-либо... В этих медицинских аптечных бинтах белых приседали. Майки только появились. Ниндеров, Дитана, ничего не было. Я приехал к Игорю Завьялову в Мускул Спорт на Курску, да? Майку первую. Натянули на меня майку. А я тогда жал... Ну, я весил, во-первых, килограмм 80 тогда. Начинал выступать в таких категориях. И я жал тогда, ну, в районе 160, ну, плюс-минус. Натянули на меня эту майку, поставили 120, она меня задавила в майке. Я говорю, нет, нахрен, не майка. Не твое дело. Вот, тогда все это начиналось, экипировки не было. После пауэрлифтинга появился фитнес. Опять же, все не случайно. Получилось так, что я попал в фитнес-клуб Вайлд. Помнишь такое? Речной вокзал. Речной вокзал. Миша Акимов, там вся банда... Все там тренировались. Многие, да. Все, вот кого вы знаете. Дмитрий Ешанькин. Дмитрий Корнюхин. Денис Сереговский. Да, Денчик. Огринский. Лосев. Я сейчас вот буду загибать пальцы. У меня не хватит. Все там, ну да. Да. И я попал в эту тусовку, и в этот момент Дима Корнюхин организовал в России мужской фитнес. Тогда он был только в федерации ВФФ, и в ВББ еще мужского фитнеса не было. И Дима Ешанькин там успешно начал выступать. Меня эта тема затянула. Я начал тоже стремиться выступить. И началось у меня это с ВФФ, с фитнеса. Потом уже там достигнув, выиграв мир, выиграв юниверс, я сделал перерыв от соревнований, от диеты, от фармы на два года. Ты химичил? Представляешь? Я так думал. Я же не уступающий. Не могу не задать вопросов. Ну это тогда было. А, сейчас. Ну что же. Я сделал перерыв. В 2006 году у меня родился ребенок. Ух ты. Да, перерыв был для этого. Первая у меня дочка родилась в 1998 году. Уже большая, взрослая. А потом сын. Сынов брак у тебя? Конечно. И потом, потом я увлекся силам экстрима. Познакомился с Володей Турчинским, познакомился со всеми ребятами там. Игорь Педан, Миша Кокляев. И как-то оказался в этой тусовке. Она меня прям увлекла сильно. И где-то с 2004 по 2006 я вот занимался именно силам экстрима. Никаких диет у меня не было. И мне опять же повезло, фортануло. Я выиграл там чемпионат Москвы. Любительский. Серьезно. Получил право выступать в профессионалах. То есть, правило было такое. Выиграешь любителей, все, иди в профессионалы, обратно в любителях тебя уже. Это сейчас в бодибилдинге ты можешь 7 раз выиграть Россию. И продолжать выступать там, на России. Тогда было очень строгое правило. Типа, выиграл, молодец, иди дальше. Вот я выиграл. И после этого вернулся в бодибилдинг. В 2006 году чемпионат Москвы стал последним. В девятом из девяти категория 100 килограмм. Это, как меня это мотивировало, ты не представляешь. Ничто так не мотивирует. Как последнее место. Как последнее место. Блядь, я так расстроился. Ты не представляешь. Ну, последний. Ну, актуально было. Последний. Девятый из девятых. Форма была актуальна. Ну, слушай, ну, там, может, шестой, седьмой, ну, вот прям, вот, девять человек стоит на сцене, а я чемпион мира по фитнесу, мистер фитнес-юниверс, чемпион Москвы. Девятый даже на сравнение не вызывай, просто все поставил. А мы у меня пинка под зад. И потом уже на следующий год я вошел в шестерку, через год вошел в призы, и потом вот так в призах всю жизнь как бы и... Не выходил из них. Не выходил из них. Я единственный и уникальный человек, который выступал в пауэрлифтинге, в мужском фитнесе, в силовом экстриме и в бодибилдинге. И везде, скажем так, ну, не топовый прям атлет, но везде... Ну, в призовых. В призовых и достаточно успешно. Слушай, вот я помню, как бы Дима Ишанкин как-то на съемках одного там шоу высказывался так, что, ребята, я очень благодарен вообще за все бодибилдинг в своей жизни. А вот, для меня, ну, это такая позитивная история. Многие приходят и выплескивают свой негатив. Это не то, то, не то и прочее. Конечно, надо больше позитива давать, ведь спорт. Да. Там положительные эмоции в целом. Слушай, ну, я с тобой согласен. Я хочу дополнить тем, что создается у людей, которые не связаны с бодибилдингом. Он случайно там перещелкал каналы в ютубе, ему там вылезло в рекомендованных какое-то, допустим, интервью. И он смотрит интервью, где спортсмен жалуется. Как ему тяжело, как у него денег нет. Как ему засудили, как ему вообще тяжело живется. Вот он вчера развелся, а до этого он год бухал. Да, и постоянно вот этот негатив. Приходит другой судья, да, и начинается тоже. Вот то плохо, все плохо, бодибилдинг плохой. Ну, ребят, ну, мне кажется, все эти люди, по факту, должны быть благодарны бодибилдингу. Так же, как Дима Ишанькин. Так же, как я. Нужно все-таки бодибилдинг представлять в позитивном свете. Ведь плюсов бодибилдинга гораздо больше. Ты со мной согласишься? Обязательно. Да, но мы почему-то любим говорить о плохом, о недостатках, о каких-то плохих ситуациях, плохих случаях, проблем со здоровьем. А не о том, что вот как хорошо, как хорошо там в 50 лет выглядеть так, как я. Слушай, а такая же история есть в психологии даже, что человек, хорошую новость, здесь человек только два перескажет, а плохой 8 человек. То есть, большинство будет нести негатив. Интересно, да, что так перестатить? Ну, мне кажется, что... Даже в небодибилдинге, а просто по жизни. Мы с тобой все-таки люди, которые что-то несем кому-то и куда-то, и зачем-то. Да, мы все-таки должны стараться нести позитив. Я понимаю, что не будет хайпа, не будет хейта, не будет такого количества просмотров, как ты хочешь. И ты тоже. И я тоже, да. Какая-то скандальная ситуация все равно соберет больше просмотров, и в любом случае это больше монетизируется. По сути, да, спортивное питание – это бодибилдинг. Спортивное питание позволило мне там за пару лет заработать на квартиру в Москве. Позволило мне два раза семью вывезти в Америку на отдых, просто отдохнуть. Купить там машину себе, жене. Все это бодибилдинг, по сути. Даже в финансовом плане он может принести вам удовлетворение, если вы этого захотите и не будете сидеть на жопе ровно. Не буду перечитать, сколько мне принесли стероиды. Ламборгини тебе принесли стероиды. Правильно, Ламборгини. Ламборгини, правильно? И какой-то коммент тот же хейтерский. Главное, что делали Попова. Что тебя так не любят. Прокомментирую. Почему ты, по-моему, написал там. А почему меня? Причем? Что за прикол? Я просто написал одну фразу. А почему именно Попова? Да. И там такое началось. Срач? Да. Да будет срач. Господи ты, ложе мой. Да? Я не знаю. Ее зашмырили там, по-моему. Тетю. Да. Малоизвестную. Причем я так посмотрел. Ну, в принципе, так. По большей части там за меня люди. Но я прям в сути не понял этого конфликта. Но он настолько сильно разгорелся. Как-то вот я привлекаю, что ли, такие истории. Это не понятно. Это не 800 страниц текста. У меня их Шанкиных. Многие, как бы, вот недавно был Дэн Малеев. Да, он тоже стал как бы по Сафамаса идти и выигрывать. Твои дети. У тебя дочка старшая, сын, да? Двое-то. У Сына нет мысли выступить за отца и вперед так бы прогрессировать. Он уже выступал. Да? Я сейчас выступал. Я, наверное, сидел. Да, гран-при Дудушкин тим по мужскому фитнесу. Это было? Год или два назад. Моя дочь, его сестра родная, поставила ему программу. Охрененную. Видел фильм «Джентльмены»? Только удачи. Рич. Из этого фильма образ. Костюм ему сшили, как в этом фильме. Ну, такой спортивный. В клеточку. И он крутил фляки, прыгал, сальто. Все это делал. Выступил. Мне Рома Дудушкин позвонил, говорит, Андрей, мало людей в мужском фитнесе. Может, сын у тебя выступит? Я ему говорю, дай. Давай. Он выступил. Я не настаиваю ни на чем. Я его туда не тяну. Тем более, у него есть свой спорт. Это прыжки в воду. И он там успешно выступает. Он чемпион Москвы. Я хочу, чтобы он там себя реализовал. В первую очередь. Бодибилдинг от него никуда не уйдет. В первую очередь нужна мотивация. И когда она у него появится, когда он этим спортом загорится, бодибилдингом, когда у него будут трястись руки, как я хочу. Открым бутерова, от кремора. Тогда я ему помогу. Тогда я ему помогу в этом. Дочь хотела выступать в фитнесе. Но у нее не сложилось по многим обстоятельствам. И сейчас она, в принципе, ушла из спорта. Занимается другим в жизни. Хотя она по синхронному плаванию. Чемпионка России. С водой связано все. Синхронное плавание. Ты понимаешь, что все олимпийские золотые медали у России, насколько у нас это серьезно. Она член сборной России 2015-2016 год по синхронному плаванию. Она закончила РГУФК. На бюджет сама поступила. Закончила. Работала тренером. Причем, куда она не приходила, везде ее брали. Вор-класс. Этот самый. В золотых ключах. Дорогой клуб. То есть, везде она была на расход. Но в какой-то момент она сказала, все, не хочу, чтобы моя жизнь дальше была связана с этим. И полностью поменяла. Разворот полностью сделала. Я ее во всем поддерживаю. Главное, чтобы она была довольна, счастлива. И чтобы мне было хорошо. Пока нет, слава богу. И нас, походу, уже оттуда выжимают молодежь. Посмотри на них. Вон они. Вон они едут. Белики. Наверное, наверняка на эритро поедине. Я пойду допинг-контрольник брать сейчас. Друзья, спасибо, что посмотрели наш выпуск. Он оказался, на самом деле, очень неплохим информативным, интересным. Подписывай на «Железный мир». Еще раз в гостях был у нас Андрюха Попов. Ставьте колокольчики, ставьте лайки, пишите комменты. Давайте только не хейтить. Его можно, меня нет. Меня можно, его нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.